Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого сериала. Здорово, Семен. Сигаретку не угостишь? Да, конечно, парни. Угощайтесь. Вот видишь, Павелик, на сигареты у него деньги есть. А нам, значит, долг вернуть, денег нет. Ну, мужики, ну, хорош, но сигареты же не три тысячи стоят. А мы уже не знаем, сколько они стоят. Нам их купить не на что. Потому что кто-то нас уже второй месяц динамит. Слушай, ну, полегче. Не могу, я сейчас завтра отдам. Ну, чего, мне там должен один, я сегодня съезжу, там, вытрясу из него, завтра отдам воды. Не, Сень, не пойдет. Вот ты на прошлой неделе что сказал? Что в понедельник, по-любому году. Сегодня среда. Где деньги? Завтра. Сегодня. Сейчас. Да, ну, нет, сейчас, блин. Значит так, схема такая, сейчас ты нам должен три тысячи. Через час три сто будет. И так далее. Каждый час на сотку больше. Понял. Вы что, охренели, что ли, вы меня на счетчик ставите? Сеня, сейчас не девяностые. Какой счетчик? Это процент по кредиту. Как там тебе Петя с банка пишет? Просроченный платеж. О, Лобанов, у тебя просроченный платеж. Решай вопрос. Время пошло. Охренеть. Это что такое, Романенко? Что это я тебя спрашиваю? Истории болезней. А почему они пустые? Там нет назначений. Где назначения, придурок? Мы ждали анализы. Вы это кто, Людовик 14? Мы с Филом. А, вы с Филом ждали анализы. Ну, как анализы? Мы их забрать не успели. Это тебя не успели забрать из интерната для умственных отсталых. Ты почему не заполнил истории болезней? Мы хотели утром их заполнить. Перестань меня сводить с ума, принц Боржовый. Почему ты о себе говоришь о множественном числе? Я понимаю, что твои родственные связи значительно повысили. Твое самодержавное самомнение. На декорации ты не доживешь. Клизмой буду. А можно не касаться моих родственных связей? Да, извините. Без попутал. Нижайший прошу принять. Мои неизменные претензии к вам. И считать оны руководством к действию. Перед аромат на дегенерации! Сам дегенерат. Ты тоже красавец. Молчал всю дорогу. Я что, нанимался отдуваться за нас обоих, а? Меня никто не спрашивал. Я и молчал. Вы американцы обычно встреваете, куда они просят. А тут, нате, нейтралитет. А что тебя не устраивает? А то, что прохалявили оба, а орал только на меня. Ну и правильно. Быков просто ко мне лучше относится. Это с какой-то радостью? Не знаю, но, по-моему, это очевидно. А по-моему, тебе показалось. Так-то, а почему Быков на меня не орал? А потому что ты молчал. У нас так всегда. Кто говорит, на того и орут. Ну, прохалявили это оба. И что? Ну, вот я и говорю. Быков просто ко мне лучше относится. Слушай, ты достал уже, а? Нормально он к тебе относится. Не лучше, не хуже. Так же. Тебе что, доказать, что ли? Ну, давай, докажи. Хорошо. Давай так, косячим отдельно. А потом идем сдаваться вместе. И посмотрим, на кого больше наорет. Согласен. Я подозреваю, что наш анестезиолог извращенец. Он пациенток, пока они под наркозом лежат, в голом виде снимает. На телефон. На! 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 Извращенец! Ну, как вы могли про меня такое подумать? А насчет телефона вы возьмите мой, он почти новый. Варвара Николаевна, мне кажется, я знаю, что вы пытаетесь сказать. Здравствуйте. Сейчас вы, наверное, хотите еще раз извиниться за то, что разбили мой телефон. Да. И за то, что считал вас извращенцем. О, тут как раз необязательно было говорить. А, извините. Что? Погода сегодня такая замечательная. Погода прелесть. Кстати. Кстати, ваше тоже. Да. До свидания. Андрей Евгеньевич, помощь ваша нужна. Подскажете? Подскажете? Ну, как же, подскажу. Врача ему лучше назначить. Просто врача. Дельшера, ветеринара, можно бабушку, которая смотрит регулярно медицинские ток-шоу. Она и то лучше знает. Я вообще-то тоже врач. Просто посоветоваться пришел. Но если врач, то сам и выгребай. Ну, а если я неправильно выгребу-то? Тогда я помогу тебе сменить профессию. Будешь мерчендайзер в морге, трупы перекладывать. Пошел вон. О, Андрей Евгеньевич, а помощь ваша нужна? Еще один. А я просто тут с результатами анализов запутался. Ну, никак не могу назначить лечение. Вы что, сговорились, что ли? Я Романенко укусил, ты заразился бешенством. А, извините, я пойду, наверное, да? Ладно, стой. Давай свою писунку. Романенко, ты еще здесь? И сытый! Романович, есть три тысячи до вечера? Ты же знаешь наш семейный бюджет. Мы нищие. Надеюсь, время. Фил, а у тебя? Вообще-то ты у меня уже пятьсот занимал. Когда? Вчера. Блин, да отдам я. Потерплю я. Потерпишь, куда ты денешься. Иван Натанович, можете выручить? Деньги? Да, три тысячи надо. Не дам. У тебя очень плохая кредитная история. Да чего вы мне даже не занимали никогда? Я же говорю, плохая кредитная история. Отдам я. Любаня, выручай. Любаня, выручай. Лобанов, для тебя все что угодно. Кроме денег. Угадала, что ли? Ты мне и так три сотни уже должен. Люба, сейчас не время, это вопрос жизни и смерти. Ага. Сколько? Три сто. Сколько? 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 Три двести. У тебя что, часы не время, а долл что ли показывает? Люба. Так нету у меня, нету, так отстань. Да помню я. Ну что, убедился? В чем? Ну как в чем? Ты же сам видел, что он даже голос на меня не повысил. И что? Просто я пришел, попал под горячую руку, как всегда. Он на меня всю злость выплеснул, а тебе-то, конечно, только брызги достались. Ты хочешь сказать, что если бы я пришел первым, он наорал бы на меня? Believe me. Вот увидишь, в следующий раз ты первый пойдешь. Да ради бога, Глебчик. Здравствуйте. Я ваш лечащий врач. Здрасте. Я сейчас. Извините, а почему это вы в таком виде? В каком таком? Ну вот, в таком. У нас вообще-то больница, а не ночной клуб. Ну и что? В больнице тоже мужчины ходят. По вашему, если я болею, должна выглядеть как умирающая чмор? Нет, но вам все равно придется все это смыть. Нафига? Ну что значит нафига? Из-за вашего макияжа я не смогу оценить ваши кожаные покровы, а маникюр скрывает истинную картину ногтей. А ногти-то здесь при чем? Так стоп! Я не буду осматривать вас в таком виде. Я ваш лечащий врач и я требую, чтобы вы немедленно все смыли. Ладно, вечером смою. Нет, не вечером, а сейчас. Овца сама не красится. Ни другим не дает. Можно, Андрей Евгеньевич? А, Лобанов, что, тоже не можешь по результатам анализов лечение назначить? Да не, я не по работе. А, ну да. Три часа дня какая работа, о чем я? Ну выкладывай, что у тебя? Помощь ваша нужна. У меня санитары наехали. Ты им денег задолжал? А откуда вы знаете? Ну так, невелика премудрость-то. Кстати, ты не забыл, что ты мне тоже денег должен? И вам еще? Что значит и вам еще? Мне в первую очередь, это главное лаванжи. Андрей Евгеньевич, три с половиной до понедельника. Шиш тебе. Пусть кредиторы твои до понедельника ждут. Да не хотят они ждать. На счетчик меня поставили. Каждый час плюс сто рублей. Это беспредел. Охренели вообще, Андрей Евгеньевич, может вы с ним поговорите? Прям с языка снял. Это вам не лихие девяностые. Мы своих в беде не бросаем. И в обиду не даем. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Будь спокоен, товарищ. Мы уладим беспредел, наведем порядок. Порядок. Спасибо. Ю, минутка есть? Для тебя хоть две. А ты, случайно не знаешь, у анестезиолога нашего девушка есть? У Давида что ли? Да, у Давида этого Муразовича. Понятно. Запало, значит, на него, да? Почему сразу запало? Вот именно, что сразу. Ну, если честно, то да. Но он такой интересный и красивый. Имя у него такое. Давид. Ой, господи. Слушай меня, подруга. Врубай заднюю скорость и тормози. Хочешь совет? Не по тебе этот, Давид. Не твой вариант. Он такой бабник. Ну что? А все мужики бабники в разной степени? И что меня это не пугает? Понятно. Оно сейчас тебя вот нисколько не пугает. А через неделю супли, слёзы, истерики. Тётя Люба, потом тебя успокаивай. Слёзки вытирай. Чаем отпаивай. Головой кивай. Нет уж. Давай-ка прям сразу. И без этого. А я всё равно хочу попробовать. Хорошо. Я не хотела тебе говорить. Но Варька не твоего уровня, Давид. А чё это он не моего уровня? Да потому что знаю я. Видела его. Контингент женский. И выглядят они... Только давай без обид, ладно? Выглядят его бывшие совсем не так, как ты. А как? Как-как? И была у него Ольга. Вице-мисс чего-то там. Медсестрой в травме работала. Месяца два встречались. Пока она его с Кристинкой не застукала. Кристина, правда, тоже недолго продержалась. Потому что в хирургию интерны новые пришли. И Людмила наслаждалась Давидом вплоть до дня медика. Тогда, правда, система дала сбой. С Наташкой. Фельдшером. Со скорой. Но всего на одну ночь. А потом была Альбина. Жена олигарх. Ей Давид Таркоз давал. Она его потом неделю благодарила. А может и больше. Не знаю. Вот. А тут мы... Маленькие. На одну ночь, Максим. Вот такой вот ядрит Мадрид, Варвара Николаевна. Ты уж, конечно, меня извини. Если я видела. Андрей Евгеньевич, я забыл. Какого пациента вы сегодня дали мне? А что у тебя к тупости еще и склероз добавился? Что? Ничего. Напомните? Нет. Иди вон сам на пост к Любе и там спрашивай. А у меня для тебя свободной оперативной памяти нет. Все забито медицинскими справочниками. Андрей Евгеньевич, а в какой палате Еремин лежит? Обалдел, Романенко? Что у меня на двери? Надпись сменили, что ли? Тебе там справочное написано? Ну, забыл. С кем не бывает? Со мной не бывает. Я помню каждую твою трещинку. В том числе ту, через которую у тебя мозг из башки вытекает. Андрей Евгеньевич. Вот. Ты запомнил мое имя. Это уже прогресс. Ни хрена я тебе ни с чем не помогу. Иди и работай вслепую, склеротик. Ты иди и работай вслепую, склеротик. Ты иди и работай вслепую, склеротик. Запомнил? Ну что? Убедился? Я пришел первым, а наорал он на тебя. Ну конечно. Ты его сначала разозлил, янки продажные. А потом он на мне окончательно отыгрался. Глеб, не смеши меня. Ты просто не хочешь верить, что Быков ко мне очень хорошо относится. Вот поэтому придумываешь всякую ерунду. А я даже не знаю, что еще нам нужно сделать, чтоб ты просто поверил в очевидное. Зато я знаю. И что? Есть тут один вариантик последний. Варвара Николаевна, хотели что-то сказать. Я нет. А значит показалось. Я. Что? Да, я хотела что-то сказать. Да. А давайте с вами поужинаем вместе. Вы не подумайте. Я просто хотела извиниться за то, что подумала о вас плохо. Ну, вы же уже извинились. А я еще хочу в неформальной обстановке. Хорошо. Зайду за вами в восемь вечера. Что? Вы согласны? А почему нет? На что? До встречи. До встречи. О, а вот и оно. Короче, Филиппок, сейчас подходим, кладем две эти пустые истории рядом и смотрим, чью первую возьмет и на кого больше наорет. Понял меня? Хлеб, мне все равно. Я и так уверен, что и побежду. А победю, как правильно? Отстань. Вот, Андрей Евгеньевич, вот наша история болезней наших пациентов. Да вы что, они еще живы. Ну, интересно. Чей у нас первый нежилец? Твой Романенко? Мой, Андрей Евгеньевич, мой. А, не понял, здесь же нет ничего. Пусто. А я не успел. Чё это? Да вот так закрутился и не успел, Андрей Евгеньевич. А как же ты меня достал на сегодняшний день? Ты чего, бессмертный, что ли, мерзается? Вы что, Андрей Евгеньевич? Я вылез твои донор, бошки вынимаю! Андрей Евгеньевич, на перебор! Как перебор, собака! Анастасия Константиновна, мне кажется, что у Глеба проблема. Это не проблема, Фил, это жизнь. Знаешь, такую пословицу, бьет, значит, любит. Как это? Вот так вот, это даже хорошо, что он его гоняет, знаешь, быкам не все равно. Люба, это быкова кружка, да? Да, любимая. А как ты думаешь, что будет, если я её разобью? О, ничего не будет. Филя, у тебя ничего не будет. Ни рук, ни ног, ни головы. О, я-я-я-я! Ты же разбил. О, какая американская! Это ты не мою любимую кружку разбил. Ты планы свои на вечер разбил, понял? Нет, не понял. Дежурить начало! И всё? А ты куда, Мишка Калла, пошёл? Чертанья узнавая! Но, Варька, не твоего уровня, Давид! По вашему, если я болею, должна выглядеть, как умирающая чмо? Здрасте. А я как бы извиниться хотела. Ну, за то, что отчитала вас утром. Ладно, проехали. Мне очень нужна ваша помощь. У меня сегодня свидание, а мне кажется, что я выгляжу как бы... Тухловато. А хотелось бы, как вы, утром... Красивый парень, да? Наш анестезиолог. Давид-то и Муразович. Он заходил к вам утром по поводу операции. Это вы с ним, что ли? Чего? Не мой уровень, да? Ну, почему? Попробовать можно. Ну, придется поработать. КОНЕЦ Вам тоже Лобанов СМС-ку прислал? Ну, да. Написал, чтобы операционные пришли. Интрига. Ну, чего стоим? Вперед, навстречу неизвестному. Так, а что это у нас за товарищ Кольцонок здесь? Режьте, Андрей Евгеньевич. Я уже ужинал, Лобанов. Да вы почку режьте! Забирайте! Денег на всех хватит, еще останется. Понятно. Очень жалко, Лобанов, что удаляю тебя в почку. Я не могу сделать тебя умнее. А вы чего застыли, как холодец? Включайте аппаратуру, будьте мне ассистировать. А что это вы делаете, Андрей Евгеньевич? А твои варианты? Я деньги завтра принесу. Точно, утром. Утром? Хотите, ночью завезу. Сегодня ночью не нужно, сегодня ночью ты дежуришь. Так, джекльмены, концепция изменилась. Я свое забрал, а ваши крововые методы мне всегда были не по душе. Дальше сами. Чо? Че встали, режьте давайте? Слабое? Да ну тебе придурок. А вам че, ребят, деньги не нужны? Нужны. Но не таким же способом. Че ты вот цирк-то устраиваешь? Да ну нет сейчас, парни, денег нету. Отдам я, обещаю. Скорая. Добрый вечер, Давид. Здравствуйте, Варя. И если это вы? Конечно я. А что, со мной что-то не так? Да нет. Просто вы не очень на себя похожи. Но это потому, что вы привыкли видеть меня только в больнице. Там я на себя не очень похожа. Очень жаль. В смысле, жаль. Ну я-то рассчитывал навстречу с Варей из больницы. А вы? Скажите, а кто это вас надоумил так над собой поработать? Я сама. Ну, сама так сама. Послушайте, Варя. Не думаю, что сегодня у нас получится хороший вечер. Вы уж извините за прямоту. Давайте-ка перенесем нашу встречу, но при условии, что вы приведете себя в исходное состояние. Договорились? Чего тебе вон грустишь? По штатам скучаешь? По демократии? Ну ничего. Вот отдежуришь свое, и вперед. Кстатые свободы с чистой совестью. Андрей Евгеньевич, можно вопрос? Можно. Но если он окажется тупой, то дежурство. Скажите, только честно. Вам на меня наплевать? И это дежурство. А с чего вдруг такие вопросы? Ну просто, вы постоянно кричите на Романенко. Даже сегодня его побили. А на меня за то же самое нет. А что тут неясного-то? Разве не очевидно, что Романенко это законченный дебил? А да мальчишка смышленый. Если косячишь, то неосознанно. Чего смущает-то? Как у вас говорят, бьет, значит любит. Я вам тогда, получается, вообще безразличен. То есть, ты недоволен тем, что я на тебя не ору и не бью. Так, Фил? Я правильно понял? Да, так получается. Слушай, ты самый тупой из всего помета. А на тебя! Спасибо. За что спасибо-то, идиот? Я теперь каждый день буду так свою любовь к тебе выражать. На тебя еще. Ну все, я понял, не надо. Надо раньше было понимать, когда вопрос сформулировал, америкашка. Андрей Евгеньев... На тебя, а это тебе отдельно! За кружку! Все, все, хватит, я понял. Это я решил, хватит или нет? И когда хватит? Доброе утро. Я хотел бы с вами поговорить. О, смотри-ка, солнце уже взошло, а купит ману еще трезвую. Плохая примета. Я что, по-твоему, шут? Настя, я шут? Нет, Ваня, ты очень хорошо выглядишь, а что случилось? Да она нас настораживает, что ты хорошо выглядишь. Андрей, мне надоели ваши идиотские шуточки. Я что, по-вашему, только напиваться умею, а отделением руковожу так, по блату, и график выздоровления, и с каждым годом все растет и растет. Это что, происходит по вашему помановению волшебной палочки? А, вызывай дурку, у нее белая горячка, я его пока отвлеку. Ну да, Андрей, я серьезно, на симпозиумы меня не приглашают, на конференции я не езжу. Последнее совещание с заведующим прошло без меня. Да какое нафиг совещание? Ты ж нажрался! Да если бы вы меня предупредили, я бы не бил! Значит так, скажите мне, вы доверяете мне или нет? Вань, ну, почему ты спрашиваешь? Конечно, доверяем, я лично тебе очень доверяю, и Андрей тебе доверяет, Андрей. Да, я очень доверяю тебе. Я до треска в башке по утрам доверяю. Хорошо, я удовлетворен. А если доверяете, тогда я хочу интернов. Да ты обалдел, что ли? Из тебя даже мои упыри веревки вьют! Для них один день укупит маны, это означает целый день официально ни черта не делать! Настя, или я ценный специалист, и тогда у меня есть интерны, или я шут горуховый, и тогда я больше не мозолю глаза нашим царственным особам. Я ясно излагаю мысль? Честь имею. Чё скажешь? Ну, а чё тут скажешь? Ваня по утрам руками своими управлять не может. Старенький, слабенький, часто пьяненький, купит ман, этого не вывезет. Андрей, ну ты же понимаешь, что если я ему не дам интернат, то получается, что я ему не доверяю. А ты ему доверяешь? Ну, это ж купит ман, как ему можно доверять? Конечно, нет. Вот, и дать страшно, и не дать нельзя. Ситуация, как у дебили с девственницей. Пошляк ты. Правда, жизнь. Надо, чтобы он сам от этой идеи отказался. Хочет интернов, получит. Я готов ему половину отдать, самую непробиваемую, Лобанова и Романенко. Как отдать? На совсем? Не, на совсем он не потянет. Я думаю, что достаточно будет одного дня, чтобы лишить купит мана иллюзий. Пусть хоть один раз в жизни Романенко с Лобановым Ваньку поваляют для пользы дела. Давно ты здесь работаешь? Ну да, сразу после интернатуры. Тут место освободилось, а нас двое претендентов было. Тест мы одинаково прошли, а в нарды я хуже него играл. В смысле? Ну, заведующий сказал, кто меня в нарды выиграет, тот и останется. Я-то сразу проиграл, а он выиграл три раза подряд. Но зав обиделся и выбрал меня. Так странно. Столько в одной больнице работаем, а до операции ни разу не виделись. Скажи, а как тебе у Быкова в интернатуре? Мне кажется, я у Андрея Евгеньевича, любимая ученица. Да, просто это ты при меня ничего не знаешь. Я-то про тебя кое-что слышал. Все, по-моему, слышат. И если ты панкреатит от язвы отлечить не можешь, что ты вообще здесь делаешь? Ты своим мозгом шевелить пробула, чтобы он подавал хоть какие-то признаки жизни. Переписать все! А еще у меня есть Варя Черноуз. Это вообще пародия, карикатура на человека. Ее башкой можно орехи колоть. Она от этого глубее не станет. Дамы и господа, если кто-нибудь из вас нашел маленький сморщенный серый комочек размером с кошачью каку, просьба его вернуть доктору Черноуз. Это ее мозг. Андрей Евгеньевич, можно ли на каждом этаже останавливать? Нет, на каждом. Слушай, Давид, ты же анестезиолог. Можешь одного человека усыпить, чтобы он не проснул за объект женщина. Фамилия Черноуз. Что ты смеешься? У меня деньги есть. Так что насчет любимой ученицы-то немножко погорячилось? Эй, ты! Иди сюда, пожалуйста. Я? Да, ты, ты. Ты доктора? Доктор, да. Доктора? Доктор, посмотри, у меня живут в Бали две недели. А, ну вы идите в приемное отделение, запишитесь, и врач вам поможет, хорошо? Я не могу. Мне говорят, полиса нет, не примем. А я тут на стройке работаю, плиткой кладу. Понимаете? Две недели нагнуться не могу, плиткой не могу уложить. Ну, я просто так не имею права. Вас должны оформить сначала. Доктор, ну гляньте быстро, пожалуйста, вы же можете. Нет, бригадир ругается. Вот не буду я работать, уволят меня. Кто будет семью кормить? Кто маму будет кормить? А, доктора? Ладно, 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 ладно. Хорошо, давайте просто отойдем, хорошо? Доктора. Хорошо, спасибо, доктор. Без денег, без банки, тут кайф. До трех проволандаемся, дальше домой можно будет пойти. Ага, если что, потом скажем, что он нас сама отпустил. Все равно к трем уже шары забьет. А, вы уже здесь. Быстренько берем болезни и весело бежим осматривать. Стыд ты срам, стыд ты срам. Ничего нового в этом не увидите. У всех что-нибудь красное и у всех что-то чешется. Что-нибудь непонятно? Нет, все понятно. Сейчас мы только все это обсудим, методически обработаем и возьмемся за лечение. А ну-ка быстро оторвали свои задницы и бегом по палатам. Вы не в санатории для аноцефалов. Вы на работу пришли. Фил, ты в куртке, потому что замерз или потому что опоздал? А, если честно говоря, Андрей Евгеньевич, а... Да, потому что опоздал, да. А, это был провокационный вопрос, дурачок. Я знаю, что ты опоздал на сорок минут. Где шлялся? Да нигде, просто так получилось. Ага. Вот тебе три самых тяжелых больных. Три? Три. Так получилось. Крэп. А там сегодня не с той ноги, что ли, встал? Да перепила, походу, вчера. Да нет. Чё-то бодрый чересчур. Может, ему кто конфеты подарил у меня с коньяка? Я слышал, он от этого зверей. Я предлагаю где-нибудь перекантоваться часок, а там его отпустят. Значит так, Романенко дополнительно третья палата, Лобанов вторая. Что непонятно? А ну-ка быстрее, трепанемы полудохлые! Андрей Евгеньевич, вы это не имеете права. То есть вы, конечно, имеете право унижать нас в своем отделении, ну нельзя же позорить нас перед всей больницей. Ага, меня можно позорить перед всей больницей, а вас нет. Кстати, напомню, как именно я вас опозорил, чтобы в дальнейшем не повторяться. Вы всем говорите, что мои дебилы тупые и олигофрены безмозглые. Во-первых, поздравляю, что ты это выговорила, а во-вторых, я придерживаюсь таких позиций, всегда всем обо всем говорить правду. Ты согласна? Ладно, у нас не все получается, но что-то же получается. Да? Да. И если уж вы такой принципиальный, то и хорошее тоже рассказывайте. Мы же ставим правильный диагноз, делим, лечим, выписываем, мы в конце концов... Валя, труба, давай договоримся таким образом. Если я вдруг узнаю тебе что-то хорошее, ну, в медицинском смысле, то я обещаю тебе раструбить об этом на всю больницу в тот же день. Договорились? Договорились. Если я доживу, конечно, до этого момента. Договорились. Эй, доктора! Что, опять? Доктор, можно, пожалуйста? Извините, я занят. Доктор, ты не ругайся, я тебе хочу другое сказать. Я же вам всё лечение прописал, что ещё? Доктора, я тебе хочу сказать спасибо. Ты большой врач, настоящий врач. Большой мозг, спасибо тебе, помог тебе, мне ничего больше не болит. Не за что, я рад помочь, до свидания. Доктор, ещё одно. Что? Доктор, ещё Рокшиду плохо. Он стяжку пола делает, я ему не успею наболеть, он нагнуться не может. Доктор, посмотри, пожалуйста. Извините, но, по-моему, это уже наглость. Доктор, он один в семье. Доктор, кто маме будет помогать? Кто папе будет помогать, доктора? Вот, лечи, пожалуйста. Тур-тур. Поверните спиной, пожалуйста, и футболку наверх. Смотрите, чтоб никто лишёл. Смотрю. Если я узнаю о тебе что-то хорошее, то я обещаю тебе, что в тот же день распроблю об этом на всю больницу. Договорились? А аллергия есть на что-нибудь? На шерсть. Сразу сыпью покрываюсь. Валеев, вам на УЗИ надо. Идите, идите, вас уже ждут. А утром, вы говорите, ничего подобного не было. Да. Я думаю, следует вызывать дерматологов. Пусть разбираются. Тут я бессилен. Не надо дерматологов. Я знаю, что это. Это аллергия. Чувством головок и удовлетворения я от себя лично и от всего терапевтического отделения выражаю огромную благодарность Варваре Черноуз за её мочевую прозорливость и независимое логическое мышление. Варвара Николаевна, а с вами всё в порядке? А, да. Я просто о лечении вашем задумалась. У вас всё будет хорошо. Просто замечательно. Доктора, иди сюда, пожалуйста. Угу. Эй, это же ясно парня узнал, доктора. Нет, на одну секундочку, доктора. Что? Доктора, руши стяжку пола, делай, всё хорошо. Я тоже здоровый. Большое спасибо, доктор. Это хорошо. Хороший врач, доктор. Всё? Нет, ещё одного лечить надо. Вот, доктора, лечите, пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. Ты что, с ума сошли? Видели, сколько там человек? Видел. Все больные, понимаешь? Лечи друг. Нет, не буду. Мне некогда. До свидания. Зачем злись? Ты же хороший врач. У тебя глаз такой хороший, у тебя душа такая хорошая. Ты один раз полечил, уже ничего не болит. Пожалуйста. Нет, это невозможно, понимаете. Чтобы всех там вылечить, нужно организировать нормальный приём, анализы, помещения, лекарства. Сделай, пожалуйста. Очень надо. Больше никто не хочет, понимаешь? Если вы сейчас немедленно не уйдёте, я вызву охрану. Не надо охрана, не надо. Мы больной будем работать, мы мучиться будем. Извини. Подождите здесь, хорошо? Стойте. Так, Филя, иди сюда. Вот это вот кто? А, студенты по обмену из Душанбе. Какие? Да. Да, да. Ну, Анастасия Константиновна просто поручила мне провести экскурсию, так что проходите, пожалуйста, процедурную, коллеги. Я, наверное, пойду, да? Иван Натаныч, плюсы в вашем отделении есть. Не зря мы тут батрачим. Смотрите, какой нам коньячок перепал. Ну, посмотрите, Иван Натаныч, хороший, нет? Нормальный. Ну, так, может, это, попробуем по чуть-чуть? Никакого коньяка в рабочее время. Вон, в шкаф поставьте. Вот мы с Семеном тут поспорили. А коньяку вообще какая закуска лучше? Я считаю, что шоколад горький. Нет, коньяк лучше пить с лимоном. Вот выпил коньячок, и лимончик раз, и к нёгу. Ммм, сказка. Ну, в таком случае, лимон лучше между двумя ломтиками сыра положить. А ещё кофе... Молчать! Ну что, уже все задания выполнили? Может, Иван Натаныч нам ещё одну бутылку коньяка подарили? Это ж праздник какой-то. А раз праздник, может... Не, не может. Поставьте в шкаф, и вы метайтесь отсюда. Конечно же, для вашего смысла что хотите. Мы тут подумали и решили. Ну чё мы вас мучим-то, а? Нам-то, понятное дело, нельзя, но вы-то чего? Вам-то можно! Вам нужно! А ну-ка, дайте сюда. Вы что здесь такое устроили, а? Это вам больница или рюмочная? А я вам кто? Руководитель или сосед общажный? Ещё по одной палате! Вы у меня до ночи будете киниталии разглядывать! Палеев, а как вы себя чувствуете? Да нормально вроде. Спину покажите. Спасибо, одевайтесь. Понятно. Хватит мне шаблоны рвать! Купитман не мог отказаться от коньяка. Может он бутылку не разглядел в пакете? Я ему бутылку перед носом открыл. Он потом орал на нас сорок минут. Ничего не понимаю. Вы этого не слышали? Да не слышали, не слышали. И не видели. Нет, я не верю. Ваня не мог так измениться. Люба, а ты не видела Фила? Что-то не могу его нигде найти. Да как не видела? Видела. Он со студентами из Душанбе занимается. Какими ещё студентами? По обмену. Процедурные сейчас осматривают. Так. Простите. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Фил, а что здесь происходит? Итак, коллеги, у нас тут явный обструктивный бронхит. Согласны? Значит, каждый подходит и послушаем хрипы. А я через минуту вернусь. Подходим, не стесняемся. Подходим, послушаем хрипы. А вот... Фил, а что это за делегация? А, студенты, медики из Душанбе. На практике у нас. Ничего себе. А с кем ты согласовываешь? Почему я не в курсе? Я ничего не понимаю. Анастасия Константиновна, я правда ничего не знаю. Мне просто сказали, что это министерская программа по обмену опытом. Вот и всё. Но всё в порядке, не переживайте. Они под моим контролем, способны, так что мы скоро закончим. Да? Да. Ну хорошо, но ты всё равно держи меня в курсе, ладно? Угу, угу. Быков, у тебя совесть есть? Вообще-то нет. Но я всем говорю, что есть. А чё, закипишь? Ты почему нафила студентов из Душанбе скинь? Это что за пренебрежение? Это и министерская программа, между прочим. Или что, раз они из Таджикистана, ими можно не заниматься? Чуешь паузу? Это у меня мозг закипает. Какие студенты из какого Таджикистана? Андрей, не морочь мне голову. Я тебя знаю. Если бы делегация была из Европы, ты бы целый день перед ними красовался. А этих что, нафилы скинул? Кого скинул? Какая делегация? У меня одна делегация. Гражданка передо мной с фенегрета вместо мозгов в голове. Всё? Плюнул ядом? А теперь иди в процедурную и забирай студентов у Фила. И впредь помни, такими вещами ты и должен заниматься сам. Ясно? Какие нафиг студенты? Дальше. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Андрей Евгеньевич, это студенты из Душанбая. Мне Анастасия Константиновна разрешила, так что можете не волноваться. А я и не волнуюсь. Какой курс? Курс? Чего курс? А сколько Костеевки? Две. Ну, естественно. Чего ж так неуверенно отвечал? Ну-ка, Фил, пойдём вместе со мной поговорим. С глаз у нас. Кайся, мерзавец! Андрей Евгеньевич, прежде чем вы начнёте орать на меня, я просто хочу сказать, что я считаю, что я всё сделал правильно. Они тоже люди, им тоже помощь нужна. Я же давал клятву Гиппократу, и отсутствие страховки у этих людей не является поводом отказаться им в лечении. Всё? Можете меня как угодно наказать, но я не собираюсь изменить своего мнения. Ты Жанна Дарк. Реинкарнация. За что же тебя наказывать? Ты поступил благородно. Благородства много не бывает, так что прекращай прятаться, иди в приёмник, принимай трудовых иммигрантов. Вы... вы серьёзно? Абсолютно. Трудись, Филя. Да, вот ещё. Сколько костей в руке? Тридцать. Только ему не говори. Он расстроится. Я на уст. Ты где? Бегом в палату считаю на трёх. Раз, два. А, ты уже здесь. А знаешь, почему ты бегаешь быстрее, чем думаешь? Потому что у тебя мозг, как у насекомого. Как у пациента с аллергией мог оказаться рядом твой шерстяной шарф? Какой он надо быть идиоткой, чтобы его оставить здесь? Полюбуйся, у него теперь крапивница из-за этого. Любая! Готовь хлоретины десять кубов трансульфата натрия. Пойдём, член остановки, пообщаемся. Иди теперь повесься на нём. Не поверишь, я расстроюсь. Может, даже изжога будет. Самое плохое, что Быков прав. Да, я и правда тупая. Ну, понятно. Варя, ты не расстраивайся. В интернатуре у всех так, это нормально. Это не правда. Ты специально так говоришь, чтобы меня поддержать. Да, правду я говорю. Если хочешь знать, меня мой руководитель только жопорукой называл. А у Быкова хоть фантазия есть. И каждый раз по-разному. Варя, ты не бери в голову, всё будет хорошо. В общем, ошибались мы с тобой, Настя, в старикашке. Он твёрд, как кремень, и сух, как лист. Да. Странно. Странно? Что, если марсиане захватили бы больницу, ты сказал бы, ого, Купикман пить отказался? Помнишь, что от него коньяк в сейф прятала? И где тот коньяк? Тю-тю. Самое главное, до сих пор никто не знает как. А тут ему даже не мешали. Похоже, он действительно может быть руководителем интернатуры. Ну а что ты хмурый-то такой? Он всё-таки твой друг, мог бы за него порадоваться. Мог бы, если бы не надо было извиняться. Ну всё, Натаныч, ты сам себя на эшафот загнал. Будешь теперь дрессовой заниматься. Ты вроде как-то по-другому хотел это понять. Ну да, но вот так без подготовки-то сложно. В общем, я подумал и решил, Ваня, что ты был прав, а я был неправ. И ты вполне можешь руководить интернатурой. В общем, Вань, как только учебный год закончится, мы направим тебе интернов. Ну, двоих, троих, как захочешь. То-то-то же. Что ты сказал? Я сказал. Ваня, ты чё? Господи, ты что, пьяный? По моей шкале всего семь из десять. Вань, ну почему? Зачем? Ты же держался весь день. Я держался, потому что захотел доказать. Я доказал, Купитман может переподавать и руководить. Каждый день я делал этого не годом. Одного дня. Во. Ты вот вроде хотел, чтоб вы тебе доверяли. А вы-ка можете мне доверять. Я же смог, смог. И теперь вы будете знать. На Купитмана всегда можно положиться. Не надо. Извините. Пропустите. Пришли поиздеваться, Андрей Евгеньевич? Ты уже всё понял, как вы меня наказали. Но их невозможно всех вылечить. Это как один постоянный поток. Одни рассказывают другим, рассказывают... Я почти две небольшие республики принял сегодня. А это те в назидание, Филимон. Ну не можем мы всех вылечить. Для этого и существуют правила, а мы обязаны их соблюдать. Ну а что мне делать? Я не смогу их всех принять. Ну прежде всего подтяни сопли. С охранниками я уже договорился, больше они никого пускать не будут. Ну а этих мы часа за два, за три примем. Мы? Мы, мы, дай мне перчатки. Андрей Евгеньевич, вы всё-таки очень хороший человек. Благородный и добрый. Святая правда! Давай, шевели пирогами или хочешь, чтоб я ушёл? Нет, нет, извините. Следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хеллоу, Филька. Что в Твиттер пишешь? Что в туалет собрался? А чё не идёшь? Очередь, что ли? Проходите. Я просто жду, пока эсмэск уйдёт. А, традиции, понимаю. Пыльника сообщения нашей технички, что там туалетной бумаги нет. Это проблемы. Здорово, Лобанов. Всем привет. Чё хмурый такой, крепит? Эсмэска ушла. А мне показалось, что это не эсмэска ушла, а Лобанов. Вы что теперь с ним? На одном поле АА не сядете? Друг друга игнорируете? Нет, Андрей Евгеньевич, вам просто показалось. Показалось? Врать ты не умеешь, у тебя языковой барьер. Это же всё из-за воли. Нет, Андрей Евгеньевич, я же вам ещё раз говорю, мы не избегаем друг друга. Просто показалось. Показалось. Сёмка, давай с нами, на щелбаны. Не могу. Работы много. Работы. А это точно Лобанов был? Показалось. Ты куда? Тебе же на шестой. Я забыл, мне нужно здесь кое-что делать. Гинекология. Андрей Евгеньевич. Я потом спрошу. Я тоже потом. Ну, допустим. Девушка, вы куда ломитесь? Да мне только передать. Там чёрным по белому написано. Посещение с четырёх до семи. Вы ещё без басил. Да я же сказала, ну мне только передать. Ну, всем, всем передать. Я же сказала, нельзя. Девушка, а хотите, я могу передать? Кому? Титовой. Она в восьмой палате лежит. Хорошо. Спасибо огромное. До свидания. Так, мама, что за фигня? Ну, во-первых, Глеб, здравствуй. Нет, во-первых, что за фигня? Ладно, тебе своих денег жалко, но государственные тут при чём? Я их честно заработал. Почему в отделении премию дали всем, кроме меня? Ну, значит, не заслужил, если не дали, и не повышай на меня голос. Это не я решил, а заведующее отделением, в котором ты работаешь. Вернее, не работаешь, а, как он метко выразился, ползунки протираешь. А что это за список? Мне бы хотелось, чтобы он был расстрельным, но, увы, времена не те. Он премиальный, сама просила. Так, подожди, подожди. А где Романенко? Почему его здесь нет? Не знаю. Курит, наверное, как обычно. Он даже Лобанов в этом месяце. И то, бесит меня меньше. Думал сам, два раза точно. Ни одной жалобы на него не поступило. Какие-никакие, а достижения. Ну, а Глебу что, уж совсем прям не за что дать? Глебу ремнём по заднице, и книжкой по башке надо дать, и по справедливости половину зарплаты отобрать назад надо. Ну, ладно, ладно тебе. Смотри-ки, Сигач, этот аутсайдер наверняка попытается надавить на то, что вы родственники, и на твою слабохарактерность. Поддашься, порушишь мне всю мою педагогическую схему, выдержишь, может и выкарабкается твой обгрызок из нашего спартанского ущелья. Ну, естественно, как же тут без быкова-то, а? Мама, да ты что, не понимаешь, он меня просто ненавидит, поэтому не включил в этот список. Успокойся, пожалуйста, в следующий раз ты будешь стараться. Следующего раза не будет. Я не выйду отсюда, пока не получу свою законную премию. Так, и что ты будешь здесь делать? Справедливости добиваться. И каким это интересно знать способом? Я не выйду отсюда и не съем ни крошки, пока не получу свою премию, понятно? Я объявляю голодовку. Пока вы вместе, решу воспользоваться выпавшим мне уникальным шансом убить двух зайцев одновременно. Я решил, что вы с Филом сегодня должны работать целый день вместе. А зачем? А тебя что больше пугает? Перспектива работать или перспектива работать вместе? Да мне пофигу. А тебе, Фил? Вообще-то мне и одному неплохо. А если тебе одному неплохо, зачем ты к его жене полез? Сеня, зачем он к твоей жене полез? У него же все равно ничего не получилось. Вам что от нас надо, Андрей Евгеньевич? Я хочу, чтобы вы перестали бегать друг от друга, поговорили. Так мы вроде и не бегаем. Да работаем, как обычно. А неужели? То есть между вами сейчас минута поживашка и никакого напряжения? Никакого напряжения. Все в порядке, Андрей Евгеньевич. Ну, а если все в порядке, то вот вам пациент гущен. Один на двоих, вам же не привыкать. Черноос! Ты опоздала. Я не опоздала, Андрей Евгеньевич. Я сейчас. Фалоимитатор Кинг Конг. Эва как. На твоем месте, Черноос, я бы лучше умер. Это не мое. Ну да. Это наше. Ты же говорила, что главное, чтобы человек был хороший. А тебе, оказывается, человека-то вообще не надо. Халопанов идиот. Я еще раз вам повторяю, что это не мое. Надо передали пациентку. Успокойся, ну что тут так ужасного? Обычный позор на всю больницу. Срамота по-русски, Варвара. Андрей Евгеньевич, вы сейчас убедитесь, что это не мое. Еще извиняться потом будете. Смотрите. Титова, вот, вам тут ваша подруга передала. Ой, спасибо, а то я уже от скуки помираю тут. Девушка, вы, наверное, ошиблись. Мне не могли такое передать. Ну, петель же. Берите, берите. Да не возьму я это. Это не мое. И не мое. Ну, возьмите, я сказала. Девушка, да вы что, ненормальная, что ли? Заберите это. А что мне теперь с ним делать? А я откуда знаю? Вам, наверное, виднее. Посмотри, к чему-то не сдается. Уверенно тюхивает. Надо было ей у дистрибьютора косметики податься. Ладно, чего над больными людьми смеяться? Больных людей лечить надо. Все, бегом к пациенту. Ну что, сначала надо у него анализы взять, да? Ну да, сначала анализы. Ну, в принципе, я могу один этим заниматься. А, я тогда на УЗИ пойду его запишу. Андрей Евгеньевич, мы все. Ну, тогда снимайте халаты, получайте расчеты, ищите новую работу. Мы Гущина обследовали и назначили ему лечение. Ну, тогда мне нужно не краткое содержание, а полный рассказ, желательно с иллюстрациями. Сначала я провел опрос и первичный осмотр. А я УЗИ ему сделал. Потом я взял все необходимые анализы. А я снял ЭКГ. Оценив результаты обследований, я назначил лечение. И я полностью с ним согласен. Не представляешь, Купитман, эти два органа нашего медицинского братства целый день проработали вместе, но ни разу так и не пересеклись. Ну, надеюсь, тебе удалось спасти пациента? Да нет, все было нормально, работали они хорошо, четко, как атомные часы. Не понимаю тебя, Андрюшенко. Чем ты недоволен? Ведь ты, по-моему, этого и добиваешься. Ну, в идеале я добиваюсь, что они поднимутся на крыше высотки, возьмутся за руки и сиганут вниз. Но пока будет достаточно, если Лобанов и Фил просто разрешат свои сердечные непонятки. А смысл? Тебе наконец-то открылся великий секрет, как сделать из косоруких идиотов великих врачей. Достаточно просто, чтобы один переспал с женой другого, и вуаля. Согласен. Преимущество неоспоримое, грех выпендриваться. Думаю, лучше о том, как сделать теперь так, чтобы и Романенко с Ольгой переспал. Ну, и Варя тоже. Кать, вот только твое изощренное сознание, Ваня, было способно такое сгенерировать. Ладно, поехали, а то меня уже ждут. Ой, ну я тебе скажу, не такой уж и огромный прям позор. Средненьких размеров, я больше видала. Люба, мне не смешно. Что ты переживаешь? Я же верю, что это не твоя хреновина. Зато вся остальная больница не верит. О, он прям вся в расстройстве. Поговорят месяц и перестанут. Найдут себе новый объект. Ты лучше скажи, что ты с этим подарком делать будешь? Выкину, что с ним еще делать? А чего ты не ешь? Тебе витамины для красоты нужны. Я не хочу есть. Я думаю о Глебе, который сегодня вообще ничего не ел. Вот что он выдумал? Какую-то голодовку. Настя, это тупой шантаж. Такой же тупой, как и его инициатор, который сейчас жрет где-нибудь за углом, а завтра придет снова голодать. Он вообще-то поклялся, что всю ночь не выйдет из моего кабинета. Блефует гаденыш. Позвони вон ему, спроси. Если он не ответит, это значит, что он уже подавился чем-нибудь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло, Глеб, а ты что, еще там, что ли? Представь себе, жду премию. Ты же ничего не ел. Ну-ка, иди домой. Не получится. Я попросил Веру, чтоб она меня здесь закрыла. Ты что, с ума сошел? Пока нет. Так что радуйся, а то пришлось бы пособие платить. Законное. Все, до завтра. Вот тупер ты, а. Ты представляешь, он на ночь там остался. Его Вера закрыла. Ай, жалко, я не знал. Я бы ей сказал, чтоб она газ туда пустила. А там еда есть какая-нибудь? Там нет никакой еды, кроме пачки диетических хлебцев. Сажал он их уже. Ешь давай. Я не хочу. Ну, тогда я вот эту котлетку сам добью. Нет. Здрасте, девушка. Помните меня? Я вам вчера пакет передавала для Титовой. Ну, конечно помню. Теперь из-за вас вся больница думает, что это, ну, это, мое. Ну, извините, я просто пакеты перепутала. А, вы просто пакеты перепутали и все. Успокойтесь. Произошло недоразумение. Это подарок для моей подруги. У нее сегодня девичник, и мы с девочками просто хотели приколоться. А мне из-за вас вчера так прикольно было. Ну, извините еще раз. Отдайте мне его, пожалуйста. А я уже не могу. Как? Вы его себе оставили? Нет, конечно, я его выбросила. Что значит выбросила? Он вообще-то денег стоит и не маленьких. А сколько? Три шестьсот плюс батарейки. А теперь покупайте такой же и возвращайте. Я вечером заеду. Давайте лучше я вам деньгами отдам, а вы потом сами купите. Нет уж, спасибо. У меня нет времени по секс-шопам разъезжать. До вечера. До вечера. Глеб, ты как? Никак. Никак. Ну все, хватит дурачиться. Смотри, я тебе хлебушек принесла. Салатик свеженький. И твои любимые котлетки. Ну что ты смотришь? Давай садись, пока все горячее. Издеваешься еще, да? Мне твоя еда не нужна. Мне нужна моя премия. Андрей Евгеньевич, ну чего мы ждем? Ничего, а кого. Ну хотя, в отношении Лобанова чего тоже хорошо. А вот и он недостающая часть дуэта. Лобанов, не проходи мимо. Здрасте. Здрасте. Значит так, мои диры фрэнс, накануне я был впечатлен вашей прыткостью и эффективностью. Работая, ну назовем это молодым словом, тандеме, вы показали высочайшие результаты. Вы, ржавые и скрипучие шестеренки, вместе образуете идеальный механизм. А посеву, с сегодняшнего дня вы всегда будете работать в паре. Всегда? Парево, Фил. Парево. Вперед, тандем. Зоя Викторовна, а вы вчера отсюда мусор выносили? А как же, целый мешок. А вы там коробку такую не видели? Какую коробку? Ну такую, прямоугольную. А что там было-то? Ну, как бы это, ну, ну ничего. Блин, ну зачем я его выкинула? Теперь надо такой же покупать. Ну, ну делилов-то. Пошла я купила, зашла в магазин, попроснела, расплатилась, да ушла. Да я даже зайти туда не могу. А ты в интернете покупай, там дешевле. По крайней мере, с телевизорами, так? Точно, Люд. Э-э, только знаешь, что не из моего компьютера? Мало ли что. Андрей Евгеньевич, можете меня больше с Филом не ставить? Андрей Евгеньевич, я хочу, чтобы мы с Лобановым работали отдельно. Чё это? Ну, так лучше будет. В первую очередь, это для Лобанова. Оля всё-таки моя жена, бывшая. А я с ней встречался. Тем более, я ему сразу говорил, не надо. Он же против был. А я всё равно. Мне-то похрен. Но для Фила лучше работать отдельно. Исключительно для Семёна. А чё бы вам, ребята, не сесть, не поговорить, как взрослый дядя? Какой смысл? Чё я ему скажу? Нет, Андрей Евгеньевич, мне кажется, лучше избегать такую тему. Не надо. Как хотите. Я что-нибудь придумаю. Поехали. Сёмка, я тебе новую хорошую работу нашёл, где тебя точно никто не будет критиковать. Дуй-ка ты, милый друг, работать мог. За что, Андрей Евгеньевич? Не за что, а почему? Потому что у тебя там меньше всего шансов с Филькой пересечься. Если, конечно, с ним ничего не случится. Ну хорошо, сейчас даём только. По дороге даём. Здрасте, а вы не подскажете, где мне можно Варвару Черновус найти? Я доставку привёз. А чё привезли? Пицца, суши, давайте мы передадим. Да нет, вряд ли. Я из найти магазина «Ловелас», фалоимитатор привёз. Ещё один! Здрасте, а вы совершенно не Варвару Черновус? Черновус, здрасте. Отлично, распишитесь. Возьмите. Здесь вот чек. И скидочка на пять процентов на следующую покупку. Приятного вечера. Это не мне. Тебе, Варя. Тебе. И скидка тебе. И вот, приятного вечера этот тоже пожелал тебе. Здрасте. Ну давай дадим ему эту премию, а? Чёрт себе. Не хватало, чтобы он тебе ещё желудок посадил. Да брось ты, Кейсигач. Живёт же он с дыркой в голове. И с дыркой в желудке нормально проживёт. Ну пожалуйста, он же упёрт, он так и будет голодать, я его знаю. Да ну и хрен с этой премией. Поставь себя на моё место. Ну что б ты сделал? Я бы его в роддоме ещё об стенку бы разбил бы. Ну ладно. Ты же пёрт, а? Пусть подарятся. Спасибо. Всё, Хлеб, поздравляю. Можешь идти в бухгалтерию за свои премии. Ты выиграл, а потом быстро в столовую. Но на следующий месяц хрена ты лысого получишь, потому что два дня валялся, бока мял. Так-то лучше. Видишь, как бода ускакал, даже спасибо не сказал. Ладно, пойду сорвусь на кого-нибудь. Иди сорвись. Вообще-то он меня сюда послал. Ты что-то перепутал. Что за хрень? Это не хрень, Лобанов, а ваш заботливый руководитель, который очень печётся о микроклимате своего рабочего коллектива. Андрей Евгеньевич, откроется! Сначала вы закройте все вопросы между собой, тогда открою. Так под столом я вам приготовил лобо для создания благоприятной атмосферы. и душевного разговора. Адьём, полярники! Я не понял, это что? Хочешь, чтоб мы это выпили сейчас, да? Не буду. Фил, это приказ. Приказы не обсуждаются. Ага. Привет оппозиции. Здрасте, Иван Натальевич! Что? Празднуем победу над режимом? Спасибо. Как саботаж удался? Как видите, удался, что это за целью с вами. Не важно. Ну то, поздравляю, далеко пойдёшь. Ммм. Хотя нет, я беру свои слова, брата. Ты в курсе, что сейчас потратил больше, чем твоя премия? Да и хрен с ней! Главное же принцип. Принцип. Это было крайне недальновидно оставить Лобанова, водку и Фила запертыми в морге. Это всё равно, что оставить их с двумя пистолетами. Зачем? Это ж морг, там есть скальпель и пилат, циркулярная. Язык сломаешь, а? Ты наглый, мерзкий, фантастически обаятельный идиот. Да брось ты. Я хороший психолог. Я знаю, что делаю. А тебе самому нужен психолог. Ты оставил их в морге, чтобы недалеко было их тела нести. О, кстати, ещё один плюс. Видишь, у меня всё просчитано. Убил! Я так и знал! Да брось ты, ты каждую пятницу так убиваешься, оклемаются. Фил, братан, натвори, а? Ха! Слышал? Он, братан, сказал. Значит, я очень тонкий психолог. Ну-ка, сделай, как нас учили. Ротоподъём! Быков-то вообще красавец. Выходной дал, чтобы похмелиться. Настоящий мужик, а? Привет! Привет! Пока! А теперь, Филя, попивайся. Можно. Почему нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok